Следующая тема, которая касается обычаев и традиций многобожников, это традиция разжигания огня, которое они делали по самым различным случаям в своей жизни. Во-первых, то есть назовем различные случаи. Один из огней у них назывался Нару-Кира, как мы говорили, огонь, который разжигается для гостеприимства, то есть по ночам, для того, чтобы указать то, что здесь вас ждет ужин. То есть около дома возжигали огонь, чтобы бедняки знали, что там где горит огонь, туда можно пойти, там встретить что-либо покушать. Так по-другому еще назывался Нару-Баяфа. Второй вид огня, который разжигался во времена Джаилии, называется Нару-Муздалифа. Нару-Муздалифа, огонь Муздалифы. Это делали для того, чтобы люди, которые сходят с Арафата во время совершения хаджи и направляются в сторону Муздалифы, чтобы они знали, куда идти, чтобы знали дорогу, куда идти. Потому что раньше не было освещения, лампочки и тому подобное, так и на автобусе тебя там никто не возил. То есть люди шли пешком. Для того, чтобы знать, куда идти, зажигали там большой-большой огонь, который был виден очень издалека. И в ту сторону все направлялись. Называлось как Нару-Муздалифа. Следующий назывался Нару-Тахалюф. Нару-Тахалюф это огонь, который возжигали, когда какие-либо племена заключали союзные договора. То есть два-три племени договорились, что они будут друг друга защищать от общего врага и тому подобное. Называли Нару-Тахалюф. Возжигали большой огонь, как празднование этого события. И по-другому еще называли Нару-Мухауэль. То есть как бы запугивающий огонь. То есть этим огнем они как бы запугивали ту союзную сторону, которая хотела отказаться от того договора, который она заключила. Понятно, чтобы никто из этого договора не выходил. Также у них был такой огонь, называется Нару-Тахалюф. То есть огонь изгнания. Это когда какой-либо человек изгонялся из племени или уходил из них, от них, по какому-либо случаю или ситуации. Они зажигали за ним огонь. То есть этим самым показывает, что они хотят того, чтобы он вернулся. Называлось как Нару-Тахт. Огонь изгнания. Также был Нар-Аль-Ухба. Нар-Ухба. Это огонь, который зажигали для войны. Который зажигали для войны. То есть для того, чтобы обозначить то, что началась война. Обычно зажигали на горе и тому подобное, чтобы все это видели. Также был огонь, который называется Нар-Ус-Саид. Огонь охоты. Это огонь, который использовали специально для того, чтобы ослепить газель или антилопу. Сослепляли этим огнем. Затем ловили эту газель. То есть один из приемов охоты был у них такой. Называется Нар-Ус-Саид. Огонь охоты. Также был Нар-Ухба. Огонь льва. То есть если такое приходило, получалось, что в какой-то город или деревню приходил лев. Для того, чтобы указать то, что есть опасность, зажигали огонь. Чтобы люди знали то, что на улице не выходить и тому подобное. Называлось как Нар-Ухба. Также был такой огонь Нар-Ухба. Если кто-либо болел какой-либо серьезной болезнью, или получал какое-то серьезное ранение, или кого-то откусила собака, они зажигали огонь. То есть это у них было как суеверие. Они считали, что если они зажгут огонь, то есть костер разожгут, то тем самым это приведет к излечению этого больного. И он не скончается. Также был огонь, который был также средний широко известен. Называется Нар-Улистимтар. То есть если получалось засуха или что-либо подобное, то они собирали дрова, листья и так далее, и поднимались на самую тяжелую гору, на которую труднее всего подняться. Туда поднимались, зажигали там огромный огонь, и считали, что после этого должен пойти дождь. Должен пойти дождь. Это была также одна из их традиций. Нар-Улистимтар. И также подпишите у себя, это основные виды огня. Также у них были огромное количество других видов огня. Здесь мы их не называем для того, чтобы не углубляться слишком. Но это основные виды огня, которые они зажигали. Себя подпишите также в последний момент здесь. То, что огонь, чаще всего, они зажигали посредством двух деревьев. Первый называется Аль-Марах, второй называется Аль-Афар. Аль-Марах, второй дерево называется Аль-Афар. То есть кто-то может сказать, а как они зажигали огонь? То есть они использовали огниво. То есть определенным образом ставили ветку, двумя ногами вставали на эту ветку. То есть одна нога на одной стороне ветки, другая на другой. Затем наклонялись, и второй веткой производили определенные действия относительно первой ветки. Либо трение, либо что-либо подобное. И подбрасывали туда кибрид. То, что переводится как сера. И затем пытались разжечь огонь. Это то, что касалось огней джигидии. Далее.